Всем привет! Вы на канале Посылки из Китая, меня зовут Саша. Сегодня у нас такая предновогодняя распаковка. До нового года остались считанные часы, поэтому я думаю, если вы смотрите это видео, то вы не занимаетесь готовкой, уборкой дома, а просто ждёте самого праздника. Поэтому мы начинаем нашу маленькую скромную распаковочку. Товаров будет немного, много времени я у вас не отниму. Ну, так буквально, просто хочу поздравить вас всех с наступающим. А может, кого-то уже даже и с наступившим Новым Годом пожелать вам, вашим близким здоровья, успехов, счастья. Первый товар у нас вот такая мордочка кота. Как заявляет продавец, это очень хорошо тянущийся кусок силикона. Ничем абсолютно не пахнет, и можно накрывать какие-то тарелки. В принципе, держится, не сваливается, но кувшин достаточно маленький. Вот здесь с этой стороны открывается. Можно подогнуть. Можно даже какую-нибудь резинку, если взять, для денег. И натянуть, в крайнем случае, вот так вот еще дополнительное. И у вас получится вот такого плана резиночка. А если взять какую-то большую, вот такого плана, тарелку, вот с мою ладонь, то, в принципе, эта пленка натягивается. Сейчас мне не очень удобно это делать. Передо мной камера находится сейчас. Сейчас бы ничего тут не разбить. Надо, короче, три руки, чтобы это делать. Вот, смотрите, получается вот так она вся затягивается. Ну, не проливайку, конечно, вы не сделаете, жидкость какую-нибудь. Но я говорю, обеспечить сохранность запаха вашего блюда, эта штука вам поможет. И можно играть, как на барабане. Следующий товарчик у нас. Я знаю, кто находится внутри. Меня просили заказать эту вещь повторно. Здесь находится вот такая швейная машинка, ручная. Была у меня уже на распаковке такая штука, только, по-моему, другого цвета, если я правильно помню. С той мне пришлось расстаться, а эту попросили у меня заказать. Снова сказали, блин, очень офигенная, крутая вещь. Надо еще. Ну, надо, пожалуйста, закажем, не вопрос. Так. Третья посылочка. Очень много новогодней тематики я заказал на 11.11. А в последнее время очень много открыл споров. Так как Алиэкспресс начинает борзеть. Да и не только Алиэкспресс. И здесь у нас находится вот такой вот обруч. Новогодняя тематика. Ну, в принципе, обруч рассчитан на маленьких девочек. Ну, в принципе, наверное, я смогу на себя его одеть. Вот такой вот Дед Мороз. Все проклеено клеевым пистолетом. Остаточные кусочки клея видны. Внутри какой-то пластиковый обруч находится. Может быть, не совсем пластиковый. Ну, скорее всего, пластик. Ну, в принципе, смотрится достаточно неплохо. Весело за новогодним столом. Ну, конечно, вам это уже поздно, если только на следующий год заказывать такую вещицу. А так, хорошая штуковина. Достойная игрушка. Достойный обруч. По поводу того, что я сказал, Алиэкспресс борзеет. Ну, может быть, не сам Алиэкспресс. Может быть, продавцы. Но Алиэкспресс в этом также замешан. И он очень сильно покрывает своих продавцов. Если вам интересно, если это видео вдруг наберет сотку лайков, то я обязательно расскажу про это подробнее в отдельном видео. Поэтому ставим лайки и набираем соточку. Я тогда обязательно расскажу. Или, если будет очень много комментариев по этому поводу, также расскажу. Так, открываем последнюю посылку в этом году. В этом уходящем мной 2017-м. Год, в принципе, был достаточно неплохой. Единственное, под конец года, конечно, много всего случилось. Много неприятных моментов. Меня отключили от монетизации. Непонятно за что сказали, что у меня контент не соответствует правилам. Каким конкретно не соответствует, я не знаю. Они мне ответить не смогли. Сейчас повально идет отключение людей от монетизации. И я не исключение. Ну, значит, в чем-то провинился. Так, вот здесь такой у нас находится чехол Нилкин. Также в комплекте идет защитная пленочка. Такого плана чехол, даже, наверное, абсолютно такой же. Я уже заказывал, только тот чехол ушел моему другу. Так как у него точно такой же телефон. А я до этого говорил, что я не люблю никакие защитные стекла и чехлы. Сейчас у меня телефон защищен со всех сторон. После того, как я его конкретно ушатал. Имеется пленка. В последнем моем видео я ее наклеил. И сейчас он у меня будет еще в бампере. Так вот, хочу еще раз пожелать всем удачи, здоровья, счастья. Оставайтесь моими подписчиками. Подписывайтесь обязательно на мой канал. Для участия в конкурсе напишите абсолютно любой комментарий. И по прошествии 10 дней я разыграю 100 рублей. Обязательно подписывайтесь на мой второй канал. Это не условие конкурса, это просто просьба. Потому что если вдруг мой канал этот закроют, вы сможете тогда с легкостью найти меня. И я на втором канале буду сообщать, где и куда я ушел. Как называется моя новая площадка, мой новый канал. Поэтому, если вы досмотрели до конца это видео, я думаю, стоит воспользоваться моим советом. А я с вами прощаюсь. Пока-пока. И также для досмотревших до конца хочу сказать. Победитель распаковки номер 43, насколько я помню, не забирает свой приз. На сегодняшний день не помню, кто там выиграл. Люди, смотрите до конца ролики. Смотрите на втором канале, либо ВКонтакте результаты розыгрышей. И я с вами связываюсь. Но я с вами связываюсь только посредством Ютуба. То есть вы мне комментарии оставили. Вы по этому комментарию победили в распаковке, в конкурсе. Я вам под этот комментарий пишу дубль комментариев, что бла-бла-бла, вы победитель. Вот уже прошла неделя, со мной никто не связывается. Поэтому, если ты хочешь забрать свои 100 рублей, да-да, именно ты, то посмотри внимательно результаты распаковки 43 и свяжись со мной. Всем пока!